Всем доброго времени суток, а особенно подписчикам. Сегодня на обзоре у нас спиннинг сайта Алиэкспресс. Модель называется Multikill 2 от производителя Kingdom. Это будет обзор распаковка. Постараюсь, как обычно, коротко и по делу рассмотрим внешний вид, как удилище ведет себя на потрях и под нагрузкой. Как обычно, начнем с комплектации. Приходит удилище вот в таком чехле. Это travel удилище. Очень компактное в собранном виде. На чехле у нас Multikill 2 название модели. Спиннинговая версия у меня. Также есть она и в кастинге. И длина изменяется от 66 до 76. То есть от 1,98 до 2,28. Есть, соответственно, разные длинные тесты. И есть она в кастинге, есть в спиннинге. У меня это Medium. Поподробнее посмотрите в описании. Чехол у нас на завязках. Вот таким образом выглядит в развернутом виде. Имеет 5 карманов. Соответственно, каждая секция в отдельном кармане. Здесь она закрывается вот таким образом. И, соответственно, секции не пересекаются. Каждый лежит в своем кармане. Начнем рассматривать секции по порядку. Начнем с ручки. Вот в таком дизайне выполнена у нас рукоятка. Здесь она сужается. Здесь расширяется. Рассмотрим качество поближе. Здесь она матовая. Такой градиентный переход из красного в черный. Логотип Kingdom. Design Kingdom. В этом месте матовая. Вот такой катушкодержатель с верхней гайкой. Рассмотрим следующие колено. Это колено у нас служит для изменения длины. Имеет перекрестную обмотку. И вот здесь написано, что колено для изменения длины 66 на 76. То есть, соответственно, если вы это колено ставите, у вас получается спиннинг 2.28. Если вы его не ставите, то 1.98. Ну, именно в моей длине. Колец оно, соответственно, не имеет. Следующее колено выполнено в таком же стиле. Имеет перекрестную обмотку. Здесь у нас название Multi-Kill 2. Вам, наверное, будет отсвечивать. 66 и 76 М. И здесь та же самая информация. Тест у нас заявлено о 5-21 грамма. Тест по леске от 4-12 либров. Вот так у нас выглядит первое кольцо. И здесь, по сути, та же самая информация. По диаметру, по тесту, по леске. Также полностью колено имеет перекрестную обмотку. Так у нас выглядит стык со следующим коленом. предпоследним, перед вершинкой. Также полностью имеет перекрестную обмотку. Оценивайте качество проливки колец. На этом колене у нас 3 кольца. Следующая у нас это вершинка. Вот такой стык. Также имеет перекрестную обмотку по всей длине. Здесь у нас 4 кольца. В моей длине и тесте. И вот такой тюльпан. 183 грамма весит полностью все удилище со всеми секциями. И давайте посмотрим без удлинителя. 160 грамм будет весить короткая версия. Метр девяносто восемь. И посмотрим длину ручки. От лавки катушки будет около 38 сантиметров. В динамике я назвал бы строй среднебыстрым. Под нагрузкой я бы также обозначил среднебыстрый стройбланк. Подойдем небольшие итоги по первым впечатлениям. По моему мнению спиннинг имеет средний быстрый строй. Как в статике так и в динамике. При этом думаю жесткости вершинки для твичинга ему хватит. В общем же спиннинг очень напоминает мне Kingdom Adaptable. Подробный обзор с поклевками и уважением есть на канале. Ссылку в описании оставлю. Поэтому даже по первым впечатлениям я могу сказать больше чем обычно. Это скорее всего будет довольно универсальный инструмент. Во-первых это travel и малая транспортировочная длина позволит взять его с собой в отпуск, положить в рюкзак для каких-то пеших перемещений или просто водить его в машине как палку, которая всегда под рукой. Во-вторых спиннинг имеет довольно универсальный строй и изменяемую длину. Если предстоит рыбалка с лодки или хотите половить твичингом, можно собрать версию покороче. Если береговая рыбалка или хотите половить на джиг, то собираем версию подлиннее и она должна быть более комфортной. Все это мои предположения, основанные на первых впечатлениях и на опыте с Kingdom Adaptable. А протестируемые длинище на рыбалке мы уже в сезоне. Я постарался подробно показать вам все характеристики, а стоит спиннинг своих денег или нет, как обычно каждый решит сам. Проверите актуальные цены вы можете по ссылкам внизу в описании к этому видео. Если вы считаете обзор полезным, то поставьте лайк. Все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал и всем ни хвоста, ни чешуи.